Скорость получения данных в Redis является одним из двух ключевых компонентов этой системы. Второй компонент – это механизм репликации, то есть механизм масштабирования. И в Redis он реализован следующим образом. У нас есть некоторый мастер-сервер, который получает данные на изменения. То есть все остальные сервера не могут получить данные на изменения. При этом, когда у нас данные на мастер-сервере обновились, он посылает некоторые запросы с этими обновлениями и другим серверам, которые работают только на чтение. Они всегда могут получить запрос на чтение и отдать данные, какие у них есть, но не могут принять данные на запись. Как только некоторая часть из слоевов, то есть из серверов только на чтение, получила данные, они могут поделиться этими изменениями и с другими серверами. Таким образом, обеспечивается разгрузка мастер-сервера, когда он получает какие-то изменения, и когда ему нужно поделиться с другими серверами. Это выгодно отличает Redis от, например, Memcache, где есть только один центральный узел, который принимает информацию на изменения, и затем он эту информацию передает уже всем дочерним узлам. И что следует также отметить, это то, что между собой узлы в наборе реплик Redis обмениваются непосредственно обновленными изменениями, поскольку все операции, которые происходят с серверами Redis, являются атомарными и достаточно простыми, то есть задействуют только один ключ, то выгоднее между серверами обмениваться не конкретной операцией, а ее результатом, то есть просто пересылаются данные по конкретному ключу. Наряду с репликациями также важен механизм подписок, который используется в Redis. Этот механизм позволяет сделать следующее. Мы можем не мониторить изменения на каком-то конкретном сервере, а подписаться на его изменения, и в случае, если какой-либо процесс опубликует на сервер Redis новые изменения, то Redis пройдется по всем своим подпискам и просто передаст изменения самостоятельно, без того, чтобы каждый процесс должен был бы слушать сервер Redis и искать в нем какие-либо изменения самостоятельно. Это позволяет избежать излишних запросов на текущее состояние сервера и таким образом разгрузит трафик между узлами.